Белорусское пчеловодство И стоит вопрос, каким же сахаром пользоваться У нас стал вопрос, вот конкретно в нашей пасеке мы столкнулись с таким вопросом Приобретение сахара белорусского производителя, либо российского, либо молдавского производства Много мы услышали и положительных, и отрицательных отзывов о российском и молдавском сахаре Белорусский сахар в принципе мы знаем на протяжении уже 10-11 лет Мы уже кормим своих пчелосемей с белорусским сахаром Это слуцкий, либо городейский сахар Это стараемся использовать сикловичный сахар Чтобы был, это сахар в мешках по 50 кг, либо по 25 кг Именно сикловичный сахар Но существует, как бы мы хотим, как и в принципе любое производство Хотим сделать его более рентабельным и более прибыльным Соответственно мы стараемся найти какие-то пути для уменьшения затрат на производство Ну а и основной такой составляющей является сахар Российский сахар на сегодняшний день и молдавский, они дешевле нашего белорусского То есть если брать из расчета в долларовом эквиваленте То белорусский сахар будет стоить где-то 80-75 центов Российский будет стоить где-то 65 центов Даже 60 центов российский сахар То есть получается серьезная такая цифра Как мы в этом году покупали 2 тонны сахара То есть фактически нам нужна будет тонна 800 Где-то 200 кг мы купили с запасом на следующий год На нуклеусное хозяйство и на нуклеусный парк на следующий год Но в принципе, если мы в этом году отдали за сахар 1500 долларов за белорусский То в принципе за российский мы бы могли отдать 1100 То есть мы бы могли сэкономить 400 долларов, которые пошли бы нам, к примеру, на развитие пасеки Либо, грубо говоря, ну совсем уже грубо То есть это было бы уже нашим чистым прибылью, нашим чистым доходом Ну в нашем случае это, конечно бы, Андрей знает, что пошло бы на развитие пасеки В любом случае, у нас деньги в основном туда и расходуются Что относительно российского или молдавского сахара? Много скепсиса и много положительного концепта Но конкретно никто не может сказать, что вот конкретно я закормил всю пасеку Это, ну и я рассуждаю сейчас про своих белорусских пчеловодок Никто не может конкретно у нас сказать Я закормил всю пасеку российским сахаром И я доволен полностью, полностью всех доволен Меня вообще устраивает, я буду покупать российский сахар Мы обращаемся в этом видео к нашим украинским коллегам К нашим российским коллегам, молдавским коллегам В комментариях написать, какого завода сахар Каким сахаром вы кормите, свекловичным, тростниковым Какой молдавский лучше сахар, какой российский Может по регионам в России В Ростове кормят одним сахаром, в Курске кормят другим сахаром В Питере кормят третьим сахаром Может вы каждый напишите свой отзыв Как у вас перезимовали пчелы Как ведут себя пчелы на этом сахаре Потому что существует еще Вот на этикетке, на мешковом сахаре Всегда написано, сделано по ТУ Несколько ТУ существует На свекловичный и на тростниковый сахар То есть по какому ТУ Обращайте внимание на эти вопросы Потому что это очень может быть серьезным И чреватым для потери всей пасеки В этом году наши пчеловоды Это Андрей Геннадьевич Шушеначев, Николай Федорович Шохов Закупились Ну такие пчеловоды мощные, серьезные У которых держат приличное количество семей Которые занимаются пчеловодством достаточно серьезно И опытные очень люди Закупили в этом году курский сахар Курский сахар свекловичный По СТ-2 по-моему я почитал Там у меня записано, я записал Я уже сейчас видео оперировать цифрами Этими не буду Но смысл в том, что посмотрим Как они перезимуют на этом сахаре Потому что кормить этим сахаром в течение сезона Нуклеусы мы кормили Мы покупали, сколько? Два мешка, да, Андрей? Да, два мешка Два мешка сахара брали мы российского В принципе в течение сезона вы этого ничего не заметите Потому что вопрос состоит в том, что они съели, полетали и вернулись И там даже если какая-то нагрузка Никакой нагрузки все равно на пчелосемью не будет А это все-таки зимовка Это нагрузка на кишечник Это значит может, ну, в конце зимовки может негативно повлиять на семью И на качество семьи, и на здоровье семьи Да и в принципе на здоровье всей пайщики может повлиять этот сахар Есть знакомый человек, который работает на нашем белорусском сахарном заводе Который сказал, что возможно в каких-то, по какому-то ТУ или ГОСТу Или там допуском каким-то Допускается наличие оксида серы, да, в сахаре Допустим Вот наличие оксида серы в сахаре Оно может и негативно повлиять на пчел Поэтому, может быть, даже некоторые пчеловоды наши белорусские говорят Что покупали в России сахар, да Подделка, откровенная подделка То есть я не хочу ни на кого наговаривать, не хочу ни на кого там, ну, почки катить Но просто люди Ну просто люди купили где-то на какой-то, например, оптовой базе И там откровенно фальсифика То есть говорят, что и с манкой перемешивают сахар И с чем только не перемешивают Поэтому, ну, хотелось бы просто увидеть ваши отзывы Почитать ваши отзывы Возможно, что эти, возможно, я думаю, что эти 400 долларов Они не сыграют большой роли, да, на качестве То есть мы кормили белорусским сахаром И будем продолжать кормить Но существует много пчеловодов на сегодняшний день, начинающих Которые думают, ага, каким, тем более российский рынок Ладно, у нас тут три сахарных завода А российский рынок и украинский, он достаточно большой И все думают, какой же сахар будет Поэтому ваши мнения, ваши опыт личный в закармливании пчел зимой Каким сахаром, какого производителя, где покупали Пожалуйста, пишите в комментариях Мы сами будем рады очень прочитать Нам будет тоже интересен ваш опыт Потому что мы сами хотим попробовать И хотим посмотреть, как это у вас получилось В принципе, делитесь комментариями, не стесняйтесь Потому что ваши комментарии почитают очень много пчеловодов В том числе и мы, и наши друзья, и знакомые Возможно, и мы придем к какому-то общему выводу Сделаем какое-то заключение И не будем бояться все-таки производителей Не тех, которые, как говорится, у нас в Беларуси сделали этот сахар Вот такое вот видео про сахар хотелось сегодня снять Потому что это реально вопрос насущный И многие наши могилевские белорусские пчеловоды Интересуются этим вопросом Потому что иногда даже по белорусскому сахару возникает небольшой дефицит Поэтому вот такое вот хотелось бы узнать мнение И дальше продолжить работать с каким-то одним видом сахара или производителем Или вообще, в принципе, не бояться, а брать любое Главное, на цена цены усмотреть уже Да, цена, да Если цена, если качество соответствует, почему бы и не купить дешевле Вот такой вот вопрос Так что пишите в комментариях Не стесняйтесь Всего хорошего До свидания Смотрите наше видео Подписывайтесь на наш канал Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok